Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учёте интересов и мнения меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что ещё важнее, сама модель является неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, всё, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только начали дискутировать об этом, это средство попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряжённости. Судите сами. Войн локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах. Военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим всё большее принято прижение основополагающими принципами международного права. Больше того. Отдельные нормы. Да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства. Прежде всего, конечно, Соединённых Штатов. Перешагнуло свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах всё чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведёт к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружения. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу рядов стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм. Убеждён, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьёзно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более, сейчас, когда международный ландшафт столь ощутимо и столь быстро меняется. Меняется за счёт динамичного развития целого ряда государств и регионов. Госпожа федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже больше, чем у Соединённых Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай – превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит сомневаться, что экономический потенциал в новых центрах мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и укреплять будет многополярность. В этой связи серьёзно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспарентность и предсказуемость в политике безальтернативны. А применение силы должно быть действительно исключительной мерой, так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников, несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Но в то же время возникает вопрос, разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения. Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан федеральному канцлеру, нашим уважаемым коллегой, господином Либерманом. Я правильно понял ваш вопрос? И, конечно, это вопрос серьёзный. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошёл же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву? Убеждён. Единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО, или в Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединённых Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, которое действительно может реагировать на события в отдельных странах. Когда мы избавимся от пренебрежения международным правом. То ситуация может измениться.